Утречка! Начался новый день! Ты так выходишь, посмотреть, какие там тебе поливать цветочки. Я достала свой список. Какие мне сегодня поливать цветочки? Чем там их поливать? Удобрением? Неудобрением, может быть. Некоторые просто даже водой. Знаете, у меня нет такого правила. Поливаю только так. Или поливаю по-другому. Или поливаю вообще там как-то. Знаете, я экспериментирую. Поливаю по-разному. Знаете, на эту мантрю. Да? А я смотрю! И такая красота какая-то! Я даже не ожидала от нее такого шикарного цветения. Ну, смотрю дальше. Попугайчик. Попугайчик всегда красивый. Такая удивительно красивая расцветка. Тут моя кандела. Кандела уже так посбрасывала. Очень много цветочков. Уже осталось мало. На этом цветоносе. Ну, а то есть такой другой цветонос, который она растит. А там и корешки у нас. Смотрите. Там, там, там. Видно, да? Корешки. Новенькие, свеженькие. Такие хорошие. Потом Переходишь в глаза. Ой, какие у меня тут тоже красивые цветочки. Ой, а что это такое? Что это такое? Что это такое? Потом опускаешь глаза. Ой, а что это такое там лежит? А потом еще ниже опускаешь глаза. Ой, боже, что это какой-то листопад и цветопад. Ну, так. Пришло время. Пришло время. Некоторые цветочки уже пооцветали. Ой, так, отцвела моя Аделаида. И вот смотрите, как она начала сушить цветонос. Значит, вот из этого цветоноса там никаких почек, которые начнут расти, еще что-то, ничего не будет. Цветонос я срежу. Ага. Чуть попозже, когда начнется убывающая луна. Так. А этот у нас тут тоже что-то такое непонятное отцветает. Это у меня Диффюженс. Ну, у меня их несколько. Эти еще цветут. Диффюженс прекрасно. И этот цветет. Это Вена. И этот Диффюженс цветет. Вся в красоте. Ну, это Притория. Вашингтон. Вот у меня еще Диффюженс, Диффюженс, Диффюженс. Как хорошо, что у меня их несколько. А вот там, наверху, есть еще одна. Есть еще одна. Вот там слева стоит. Поэтому, поэтому, я действительно падаю в обморок от того, что это отцвела. Ну, а это пособираю цветочки. И буду ждать, когда начнется следующее цветение. Ну, вот эти, которые пооцветали, я им посрезаю цветоносы. Так, вроде бы, орхидея в хорошем состоянии. Будет радовать листиками. И уберу отсюда. Так, пока вот поставлю временно сюда. Я уберу наверх. А сюда, с верхней полочки. Так, с верхней полочки. Спущу. Адарион. Гляньте, какая красота. Я вообще их хочу поставить все три рядом. У меня их три. Они немножко отличаются по цвету. Ну, красотень, красотень. Пахнет, пахнет. Еще и пахнет. В общем, так у нас весна, дело к лету идет. А тут тебе такой цветопад. Ну, что ж поделаешь. Отцвелось, отцвелось. Так, это Андорра. Уже так еще немножко, еще месяц. И уже будут цветочки. Там, может, и раньше. Ну, тут у меня то, что я называю Лена. Это вообще какой-то удивительный цветок. Он всегда вот так вот цветет. Причем долго цветет. Причем доращивает. И всякие почки доращивает. Очень такой удивительный цветок. Если вам такой попадется, купите себе. Такое, смотрите. Вот такой. Красивейший. Да? Ни листьев не видно практически. Ничего. Так. Ну, с этой стороны. Слева тут тоже все красиво. А потом, думаю, отдай-ка я выйду на балкон. Тут у нас дождик. Ха-ха. Давно не было. Два дня не было дождика. Теперь-то как-то похолодало. И дождик такой пролился. С утра, по-моему. Домик у нас уже покрасили. Но еще не весь. Крышу я не знаю, будут они красить или нет. Домик покрасили. Вот там вот через сетку видно такого. Светлого цвета будет. Светлого, ну, тут, помните, вчера мы видели в магазине вот такого типа герань. Ну, вот врет камера. Аж злобивел. На самом деле она такая темно-красная. Очень красивая. Ну, вот так. Эти девушки, эти девушки желают солнца. И не очень желают распускаться. Так, эти у меня тут. Такие себе. Растут. Листики в них что-то желтеют. Так вот. Эти листики надо. Я их удаляю. Периодически. Знаете, вот пока ты не знаешь, что делать тебе с цветами, так и хорошо. А как только ты пошел и посмотрел в Ютьюбе, что тебе делать там с геранями. А там тебе предлагают раз в неделю ее обихаживать. То есть, вот это вот все пообдергать. То, что лишнее. Ой, так. Тут у меня уже и базилик почти расцвел. Ой, а дождик моросит. Ага. Моросит, моросит, моросит дождик. Так. Ой, так. Тут у меня красота, которая требует совершенства. Да? Если бы она стояла наверху, было бы так красиво видно, как она свои цветы спустила вниз. Ну, она такая. Ампельная. Ампельная. Да? Красавица. А теперь, а теперь, вуаля, поднимаем глаза вверх. А тут вот такое стоит. А знаете, я вот вчера, после того, как сняла видео с этой новой петунией, я посмотрела, вот, вот, как вам сказать, вот ее красота этих цветов на видео не передается, как в жизни. А на видео оно как-то выглядит, ну, как-то, как цветок, знаете, и звездка обляпанная. Вот такое впечатление. А вот, когда ты смотришь вживую, во-первых, она выглядит потемнее, а во-вторых, ну, действительно, как такое звездное небо. Похоже. Вот это вот немножко, во-первых, бархатистость такая есть, вот как небо, такое бархатное южное небо. Знаете, летом, летом такое бархатное южное небо. И вот такие там звезды. Вот действительно, это так выглядит красиво. Даже и вот это вот, вот это вот, вот это вот, которая внизу здесь красавица, Она тоже на видео как-то вот теряет, теряет и цвет, теряет свою красоту. Ну, тут вообще, на самом деле, они еще темнее, чем вот вы видите, они еще так потемнее. Такие, знаете, такие темно-темно-решневые, темно-темно-темно. Красота. Так вот, надеюсь, что из этого кустика мы тоже с вами вырастим такой подходящий. А смотрите, укроп, товарищи, а укроп можно не только для того, чтобы съесть, а еще и для красоты выращивать. Смотрите, как он, между прочим, украшает балкон. И я это придумаю, что я с ним периодически срезаю там, в основном снизу здесь вот, веточки, в салатик, вон там он видно, уже такие посрезанные веточки внизу. Так, примула, примула меня тоже радует. Она так воспринимает хорошо критику. Сейчас мы этот листик удалим некрасивый. Она вот здесь, смотрите, дает новые листики. Восприняла мою критику и расцвела. Умница, умница. Хорошая. Ой, а дождь становится все сильнее. И так вот это вот надо тоже попытаться удалить так, чтобы совсем не повредить. Ой, вот так вот выходишь на бок вон. Там нужно ту удалить, здесь другое удалить. Ой, а дождь-то, дождь-то. Дождь-то как усилился. Ну, это хорошо. Промывает воздух. Ветра совсем нету. Ой, а розовая-то как разросла. Гляньте, ужас какой-то. Не герань, а целый их куст. Ну, она так и росла у меня таким здоровенным кустом. Там вот у меня уже отростки подрастают. Уже даже скоро цвести будет один. И второй тут маленький тоже будет цвести. Ой, мне надо садик. Мне балкона мало хвата. Да. Так, а вот здесь вот, что это тут такое за безобразие? Так. Убрать. Это тоже убрать. Потому что незачем вот этому отцвелшему мешать цвести по такой красоте. Да? Красота, что называется? Тут вот и красная уже подрастилась. Немножечко вот это я тоже посматриваю, убрать или нет. Ну, тут еще бутончики есть. Ой, товарищи! Я всегда за то, что мне не хватает садика. Я бы уморилась в этом садике. А вот видите, смотрите, тут тоже цветочки. А, вон, смотрите, тоже отцветают. Не все. Не все. Но постепенно некоторые. А знаете, когда их столько много, когда их столько много, так оно как-то и не так заметно, что цветочки поотцветали. И он там еще один упал. И поэтому тебе так становится как бы немножко легче на душе, чтобы у тебя цветочки отцветают. Но это не смертельно. Так, ну эти уже цветут давно. Эти цветут давно. Ну, это Гёте-Борг. Это зеленая панда, грин панда. Это моя веснушечная такая. Вон там. Поразвешивала свои бутоны и дальше расцветет. Розовая, которую я называю пинг по-английски. Она тоже тут дает. У нее такие огромные цветы. Большие, крупные. Крупные цветы у нее. И тоже цветочки тут поразвешивались. Смотрите, прям... Ой, вот это так опасно, то, что я делаю. Это есть опасность веточку сломать. Я вчера так сломала одну. Только... Я не буду трогать. Только не на этой орхидее, а на другой. Ага. Ой, ну, сейчас такое дело. Мэджикард. Уже четыре цветочка у нас. Такие красивые. Красивые. А вот, вот, видите. Это. Грация. Тоже там где-то. Натихаря сушит по цветочку. Шоколадка моя. Шоколадка. Так, тоже расцветается. Такие у нее цветочки. Хорошие, хорошие. Ред лип. Тут всякие дастибелл. Дастибелл, дастибелл цветут. Ливальди. Кимононию... Она никогда не остановится. Она будет вечно цвести, ленте. Доращивать и цвести. То есть она цветет с октября прошлого года. Сейчас конец ноября. И там он, смотрите, ветку дорастила. Ой, если вам попадется кимоно, купите. Вы будете иметь всегда цветущую орхидею. А вот это что у меня стоят адарионы. Я их хочу все три поставить в одно место. Ой, чтобы было так красиво. Они все три немножечко отличаются у меня расцветкой. В общем, я вас полюбовала. Я люблю это делать. То, что я знаю, знаете, не так часто. Можно найти видео, где можно вот так вот хорошо и долго полюбоваться орхидеями. Цветущими. Это баяма. Красота, красота. Такая, такая красота. Знаете, вот на какую не посмотришь. Все красивые. Идеально, конечно, иметь в комнате одну, одну орхидею. Вот тогда. А вот выглядеть еще красивее. А вот когда их много, когда их много, то они такие все красивые, что у тебя глаза разбегаются, на что посмотреть. Ага. Разбегаются. Вот и меня разбежались. Я вчера, вот по поводу веточки, я вчера вот здесь вот, вот уж смотрите, вот здесь вот поправляла, а не видно, вот здесь вот поправляла веточку. Хотела сделать как лучше, а получилось как всегда. Сейчас покажу. А вот, я ее так поворачивала, разворачивала. Хотела, а то они были такие, знаете, ну прямо один цветок на одном сидел. Хотела, а как лучше. Ну, увы. Увы. Один, два, три, четыре, пять цветочков. Каялась потом, каялась, зачем я это сделала, уже не вернешь, уже назад не приставишь. Знаете, они очень хрупкие, цветоносы, поэтому с ними надо быть очень осторожными. Поэтому у меня полдевятого утра, буду приступать к завтраку, чего и вам желаю в начале дня. Продолжение следует.